Всем привет, с вами Сергей, я рад приветствовать вас на канале Bastion S. И сегодня мы поговорим о том, как правильно купить входную дверь. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы не допустить ошибок и сделать вашу покупку максимально легкой. Первое и, наверное, самое важное, что нужно сделать, это понять, что же вы все-таки хотите от двери, какой она должна быть. То есть, если для вас важна взломостойкость, это одно, если для вас важна шумоизоляция, это другое, ну и, конечно же, как ваша дверь должна будет выглядеть внутри и снаружи. Но также знаю, что сегодня еще для многих важна технологичность входной двери. Итак, мы определились с четырьмя позициями, которые нам нужно разобрать. Если у вас охраняемый поселок, либо вместо консьержа сидит охрана вооруженная, то, наверное, там про взломостойкую дверь можно и не говорить. Или же у вас дверь для загородного дома и большие окна, которые не защищены ни решетками, там, стекла ни триплексы и тому подобное, то, конечно же, взломостойкость такой двери тоже совершенно ненужный фактор. Но, если вы хотите приобрести дверь и знать, что именно она будет защищать вашу семью, ваше жилище, и именно это является одним из определяющих факторов при покупке, то здесь стоит отнестись серьезно. В такой двери должно быть сбалансировано все. Должны быть замки четвертого класса взломостойкости, должна быть металлоконструкция, которая соответствует этим замкам. Сталь в такой двери должна быть не меньше трех миллиметров, ведь все, что меньше, легко режется обычным киличным ножом. И поэтому нет смысла покупать какие-то дорогущие замки, которые будут стоить там 30-50 тысяч рублей, а то и больше, я знаю, некоторые отдают, но при этом сам металл остается полтора миллиметра. То есть, усиливая замковую зону, которую можно будет просто вырезать по кругу, вытряхнуть замки и зайти, этого будет недостаточно. Поэтому сталь, ребра жесткости, то есть сама конструкция должна быть максимально защищенной, чтобы защищать сами замки. К замкам, как я уже говорил, тоже нужно отнестись серьезно. То есть, должен быть замок, если мы говорим про цилиндровый замок, сам цилиндровый механизм соответствовать этому замку. И плюс он еще должен быть закрыт хорошей броненакладкой. Тогда это все работает. Если мы говорим про шумоизоляцию, опять же, стоит разобраться, из чего у вас сделаны стены. Потому что очень часто, я уже говорил об этом в наших роликах не один раз, приходит человек и говорит, мне нужна дверь с максимальной шумоизоляцией. Начинаем разбираться, выясняется, что у него стена из пеноблоков, либо у него панельный дом, и по сути шумоизоляция самой стены где-то в районе 35 децибелов. Но дверь он хочет приобрести себе 60. И какой смысл в 2 квадратных метра ставить шумку лучше, чем вся стена? Здесь тоже нужен определенный баланс. Поэтому вам важно понимать, что у вас за стена, куда будет ставиться дверь, и как относиться к шумоизоляции. Если у вас стена монолитная, либо у вас, я не знаю, сталинский дом, и там вот такая вот кирпичная стена, то, конечно же, дверь с хорошей шумоизоляцией вам необходима. Ну, опять же, если у вас тихий подъезд, и вы сами не шумный, возможно, и не надо. Если же вы хотите более подробно узнать про дверь с шумоизоляцией, с чего она должна состоять, из каких материалов, какую стену, какие двери ставятся, то вы можете посмотреть вот в этом ролике полный обзор по шумоизоляции и как выбирать дверь с хорошей шумкой. Дальше, что касается внешнего вида. Для кого-то из покупателей знаю совершенно точно, внешний вид, особенно снаружи, не играет никакой роли, и многие не хотят дверь попроще. Кто-то, наоборот, себе выбирает достаточно красивую дверь, статусную, мимо которой сложно пройти и не обратить на нее внимания. То есть у каждого человека свои критерии выбора. Но лично для меня, ну, дверь должна быть просто как минимум симпатичной и какой-то современной. То есть, ну, каждый волен выбирать сам, что ему надо. Это может быть как порошковая краска, то есть неброская дверь, либо статусные какие-то отделки из массива ценных пород дерева. Либо сегодня очень популярной является отделка с покрытием, крашеным по палитре RAL, либо NCS раскладки, то есть двери в эмале. Можно сделать абсолютно любой цвет, абсолютно любой рисунок, снаружи, какой хотите, внутри сочетать, например, с межкомнатными дверями и так далее. То есть здесь вы вольны выбирать все, что угодно. Также, придя в магазин, нужно хотя бы примерно понимать, что у вас за проем. То есть если это полтора метра или высота там 2400, то, конечно же, общаясь с консультантом в магазине, нужно ему об этом сказать, чтобы примерно он вас более-менее сориентировал хотя бы по цене. Ну и саму дверь, конечно же, лучше заказывать индивидуально, сделанную под ваш проем. То есть не какие-то типовые размеры штампованные брать, а дверь, изготовленную под ваш проем. То есть если у вас проем будет гораздо больше, чем размер дверной коробки, то есть вот столько вот пены, с точки зрения взломостойкости это неправильно. То есть достаточно подлезть под наличник и все крепежные штыри просто срезать. Это небезопасно. Дальше, если у вас рама будет больше, чем проем, то вам придется ломать стену, ну что тоже ведет определенный, так скажем, дискомфорт при установке. И одним из самых важных факторов, которые нужно сделать перед покупкой, это выбрать компанию, где вы будете приобретать дверь. Здесь самый, наверное, простой способ, это на каких-нибудь независимых отзовиках, типа там отзовик, айрекоммент, посмотреть по рейтингу компанию, почитать отзывы людей, которые уже приобрели себе двери. То есть посмотреть, что же вы покупаете, как компания относится к сервису, как она решает проблемы. То есть вообще, что из себя представляет компания, так скажем, на реальном опыте. Потому что на своем сайте любая компания писать про себя может все, что угодно, и отзывы делать, какие захочет. А это как бы независимые ресурсы, где реальные покупатели делятся своими впечатлениями. Опять же, как я уже упоминал ранее, есть компании, которые делают двери индивидуально под ваш проем, под ваши запросы, под ваши пожелания. А есть компании, которые штампуют двери пачками, подевают, ставят уже какие-то определенные замки и продают их вот таким вот образом. Да, это дешевле, но лучше ли это решать, конечно же, вам. Если вы хотите заказать себе дверь, которая будет удовлетворять всем вашим критериям, для этого достаточно просто перейти по ссылке в описании. С вами был Сергей на канале Boosty on S. Не забывайте поставить лайк и подписаться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok